Станция Владимирска. Красивая. И новый вагончик, поезд. Вот такое очень-очень красивое панно на станции Владимирска. Всем привет! У нас сегодня с вами культурно-массовая программа. Мы идем с вами в театр на станции метро Владимирская в Ленцовет. Вот очень красивый собор Владимирский на станции. И вот перед нами, прямо с этой ротундой, это Владимирский пассаж. Торговый центр. Один не из дешевых, скажем так. Думаешь, на ту сторону, да? Хорошо тебе. Какой бусик. Вот, видите, там, где написано буквоед. Большой торговый центр. Владимирский пассаж. Ну и сегодня же у нас праздник. Все, не отвлекаемся и идем дальше в театр. Два зайца пошли через красный. А как у нас эта улица называется? Владимирская. Вот, улица Владимирская. Вот у нее в Сан-Дикси еще вот с Новым Годом. Пироги, что ли? Давно они заходили. Ну вот и театр пришли. На Владимирское совсем рядом. А после театра ресторанчик Евразия. Европейская кухня. Вход в масках и перчатках. Так. Ну вот. Ленсовец. У меня твои слова, я вчера за забыкнула. Сидим сюда. Понял. Большая очередь в кассу. Разрешите. Спасибо. Здравствуйте, билет, пожалуйста. Он вторым идет. Билеты, пожалуйста. Билеты тут. Билеты тут. Билеты тут. Билеты, билеты. Не успеешь. Вы знаете, что у нас сегодня замена спектакля? Все. Замена спектакля. Уходим. Спектакль отменился, потому что заболела актриса. А на другой, который сегодня постановка, мы решили не ходить. Жаль. А шли на Боярского посмотреть с его женой. Вот такая очередь, и все возвращают билеты. Все хотели посмотреть легенду Боярского. Кто-то производит замену, а кто-то возвращает. Так что из отмены спектакля пришлось иди обратно домой. Ну, что делать, актеры тоже люди болеют. О, попали под колокольный звон сегодня. Петроградский район, Камениостровский проспект. Здесь вот красивая застройка старинная. Видите, слева и справа какие старинные дома застройки. Это уже видно Сталинское. Это уже видно Сталинское. Угнивер ενение. Угниверverbolas. Суんです. Суếпа. СуPhilippальный район. В wp-исе saw. Сустринский район. Сустринский район. Папсу. Абсу! Пертлейshalva. Метро Петроградская. Один из красивейших театров. С левой стороны у нас Андрей Миронов здесь служил когда-то. И театр так и называется Андрея Миронова. В каком он стиле красивый. Очень одна из красивых старых улиц наших. А здесь если бы идти туда, институт медицинский налево. Улица Рентгена. Вот по ней. А мы все еще по Каменно-Островскому проспекту едем. Петроградский район. Старинный район, поэтому, конечно, он будет красивый. А вот мы сейчас проезжаем. Смотрите, станция метро Борьковская, на которой мы с вами ходили в запах. Теперь это метро Борьковская, на которой мы с вами ходили в запах. А с другой стороны красивая мечеть. Вот наша Петропавловская, людей, как всегда, много в ней уйдет. И один из красивейших наших мостов. Троинский. Набережная Петропавловская, на которой мы с вами ходили в запах. Петропавловская, на которой мы с вами ходили в запах. Субтитры сделал DimaTorzok 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 и пела хотели в бибикю ресторанчик и пела предлагают сыры разные вкусные чичил это всегда беспрогрошный вариант хлебушек у них такой хороший бородинский смотри какой красивый зерновой да вертики белый пицца есть у них по 440 шашлычок куриный 490 граммовка правда не расписано мне понравилось детское меню куриные наггенсы с картофелем фри 180 грамм 290 рублей кофе есть коктейли разные довольно неплохо посетить может даже и зря не остались и попить чикам в пипеле так ну прикольно лифт на улице можно доехать там и в бибикю так едем здравствуйте нас двое возле окна что-нибудь сюда можете выбрать либо столик так здорово да посидим здесь что зашли мы в ресторанчик все-таки бибикю решили попить чая сейчас посмотрим какое здесь меню ну по виду ресторанчик неплохой как приятная установочка так изменю а я чая что-то у них не вижу пока вижу водку горячие блюда рыба здесь тоже шашлыки вот опять порционки нету шашлыков ну вот а там а там был авторский до туда фруктовый наверно потому что видишь больше ничего такого нету надо спросить что уходит фруктовый потому что вот и а у них вот есть еще добавка в чай чайбре с лимон имбирь мед так пошли посмотрим дамская комната какая у них ну вот такая дамская комната можно руки по хочу сказать что бибикю конечно с дамской комнаты не заморочилась простая комната зал довольно симпатичный ну вот вид из окна довольно так пока сидишь пьешь чай можно посмотреть из окна да мне понравился когда можно посмотреть какой трамвайчик и светильнички принесли нам такую красивую сырную тарелочку два соуса и разные виды сыров к чаю надеюсь что это будет вкусно мы еще сказала я колбаски и попробуйте шашлычок вот этот сырочек вкусный плесенью ну мы все любят вкусняшка сейчас заказали не было моего облепихового любимого будем пить у лунь тоже хороший чай какой-то вот это точно желтенький надо попробовать сырочек ты думаешь так вкусно да с этим соусом да с кукульным соусом тоже классно очень дешевле первый раз я сыр с кукульным соусом очень даже хороший еще сейчас сырную палочку попробую тоже с кукульным соусом обман она была не сырна она просто какая-то хрустящая положили нам вот эти палочки это не сырные палочки вот мы заказали себе вот такую колбаску заказала надеюсь что она вкусненькая свиная вот такой вот шашлычок так что приятного нам аппетита надеюсь что это все вкусно и мы не зря приехали сюда поушкулись шашлычок хочу сказать мяники очень даже такой хороший капуста бигус конечно чувствуется что приготовлено явно не сейчас ну и все довольно съедобно вот колбаска я так ей 3 балла дала шашлычку твердая пятерка мясо потому что мягкая хорошая а колбаска конечно желает лучшим а в общем скажем так довольно таки неплохо особенно нам понравилась сырная тарелочка мы ее уже доели практически то луня он оказывается пакетированный я думала что все таки будет не пакетированный друзья мои я надеюсь вам понравился ролик подписывайтесь ставьте лайк ну и на сегодня пока пока пока